Доброе утро, это программа «Включайся». Он пролетел 40 метров на люксовой машине, чего себе, даже Джеки Чан не позволял. А как вообще становятся каскадерами? Об этом, друзья, мы спросим у нашего гостя. Это Александр Ситник, профессиональный каскадер и постановщик трюков кино. Александр, доброе утро. Всем привет, ребят. Александр, а вы сколько лет в профессии? 12 лет. Да, это много для каскадера считается? Просто я, когда смотрю фильмы, мне кажется, что там 3 года срок службы у каскадера. Ну, это не очень много, но прилично, прилично. Чтобы набрать опыта и делать классные достойные трюки, это, ну, хорошее количество времени. Ну, давайте вообще расскажем, в чем заключается профессия каскадера? Профессия каскадера заключается в том, что каскадер делает различные трюки, дублирует актеров. То есть иногда есть такие даже роли в кино, когда он исполняет каскадера. То есть есть роли, которые дают чисто каскадеру. То есть он играет и как актер, и как каскадер. То есть постановщик трюков, он ставит сложно постановочные трюки, ставит трюки со своими каскадерами, с командой, проговаривает эти трюки с режиссером. Ну, то есть потом они всей командой едут и выполняют их. Но мы же говорим не всегда про взрывы, переворот машин и так далее. Это и какие-то простые падения могут быть и так далее. Нет, на самом деле у каскадеров много как бы направлений трюковых. То есть это и работа с тросами, с веревками, и трюковой риггинг. Это и конные трюки, это и автотрюки, мототрюки. Это простые падения с собственного роста. То есть постановка сценических боев, что самое важное на самом деле. То есть как бы и падения с разных высот. А где этому учатся? У нас в Беларуси этому нет какой-то такой государственной организации. А вот вы где учились этому? Я учился у Сергея Васильевича Катарженко. Это мой учитель, он в книге рекордов Гиннесса. А за какой трюк интересный? Он прыгнул 72 метра с высоты и спроектировал сам подушку и на нее же прыгнул. Для фильма? Нет, это было не для фильма, это просто был рекорд. 72 метра без парашюта, правильно? Без, без. То есть внизу подушка, Маша, 72 метра, чтобы вы понимали, высота колеса обозрения в парке Горького, это 52 метра. Вот добавьте еще половину, и с вот этой высоты, Маша, без парашюта на подушку. Я думала, что я высоты не боюсь, но вот ты начал описывать колесо обозрения. Я подумал, что надо прыгать без парашюта туда. Это не очень. Ну а ваш самый вот опасный трюк, который вот самый зрелищный, это какой? Это был трюк для фильма «Странный дом». Вот, то есть такая история в фильме, муж подрезает своей жене тормоза, да. И она едет на скорости, не справляется с управлением и врезается в стоящую машину, которая припаркована. Еще раз, то есть я пролетел 40 метров и разогнал автомобиль до скорости 100 километров в час. Звучит даже страшно. А машина-то осталась целой после этого? Нет, конечно. Ну, тогда да, тогда. Это считается удачной трюк, если машина разбилась? Конечно. Слушайте, а как в кино бьют машину? Мне так всегда было интересно, неужели действительно вот машина уничтожается? Нет, на самом деле, ну то есть да, она уничтожается, но мы очень хорошо готовимся. То есть происходит большая подготовка, собирается команда, твоя команда, люди, в которых ты уверен, они делают тебе каркас безопасности, дужат, устанавливают автомобильное кресло. Ты все проверяешь, подготовка очень серьезная, и после этого, только когда ты все проверил, все вымерил, тогда ты уже идешь на площадку, едешь и делаешь трюк. Так, ну как автомобили бьют в кино, понятно, а как часто каскадеры получают травмы? На самом деле каскадеры не часто получают травмы. То есть, конечно, какие-то ссадины, синяки – это нормальные вещи, не без этого, это издержки профессии. Но бывают и серьезные какие-то травмы, но это всегда случается тогда, когда ты что-то не перепроверил, не досмотрел, и иногда очень часто мешает паника. То есть паника на съемочной площадке, зачастую на наших картинах все спешат, время – это деньги, и поэтому все торопят, и вот только из-за этого могут быть какие-то травмы. А так, в принципе, это нечасто. У нас в команде на данный момент никто никаких серьезных травм не получал, кроме синяков и шишек. Угу. Ну у вас были какие-то незапланированные истории? У меня были травмы, да, серьезные были травмы. Еще до того, когда я основал свою команду трюковую, то есть когда я работал у своего учителя, у меня было такое, что там было сломано ключица, но как бы нормально. Тем не менее серьезно. Ну, слушайте, сейчас вот мне кажется, что удивить зрителя очень сложно, потому что компьютерная графика появилась уже, если раньше там падение откуда-то вызывало какие-то эмоции, сейчас кажется, что если бы не взорвало здание там, то и фильма не было. Как вам кажется, каскадеры останутся нужны? Я думаю, что каскадеры останутся. Я даже думаю, что в будущем мы, наоборот, к этому придем, то, что человек захочет прийти в кино и увидеть реальные трюки, то есть ненарисованные. Ну, я думаю, что в будущем какой-то даже жанр, наверное, сделают трюкового кино, чтобы там были какие-то определенные правила, то есть там только живые трюки, без всякой графики. Я думаю, что мы к этому придем. Мне кажется, вот я всегда хотел узнать каскадера, а вам ваши навыки в реальной жизни когда-нибудь нужны? Да, да, бывает. Иногда за рулем ездишь, там у тебя реакция срабатывает, что-то не так. Надо пробку объехать, раз, моста, свист, вообще поплыл дальше, да? Примерно так. Бывает, бывает. А вот когда драки снимаются в кино, этим тоже занимаются каскадеры? Да, конечно, конечно. Сценические бои, они, то есть, да, ставят каскадеры, постановщик плюков разводит всю сцену боевую, но это очень важно, в сценической драке очень важно, это сам монтаж, потому что зачастую наши режиссеры монтажа ленятся, ставить какие-то звуки ударов, а драка это в первую очередь звуки. И когда не ставят на монтаже, делают некачественный монтаж, то драка выглядит не очень хорошо, и, то есть, человек, когда смотрит, он думает, там, такие каскадеры. А на самом деле тут много чего, от кого зависит, чтобы она была качественной дракой. Ну, а мы можем сейчас что-нибудь маленькое показать? Да, конечно. Давай, Маша, я буду зритель. Давайте. Без проблем, без проблем. Вы меня или я вас? Ну, это будет интереснее. Давай, давай я. Александра, будьте аккуратны, потому что Маша, да, сначала ММИ занималась, а потом ее не взяли в каскадеры, поэтому вы в курсе будете. Только нам нужно выбрать правильный ракурс. То есть, драки, это всегда еще правильный ракурс. Тогда вы мне смотрите, про меня. Мне надо перекрыть удар, то есть, понятно, если я буду бить вот здесь, это будет промах? Это промах. Если я буду бить вот здесь, это выполнение. Пока я объявлю кайфу новых ведущих для программ, включайся, если вы красивая девушка. Ну, ладно, хорошо, начинай. Делаем. Готово? Да. Окей, работаем. Ой, нормально, извини, попал. Попал. От двух до трех лет в уголовный кодекс Республики Беларусь. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. Маша, довольны. Скажи, никогда еще не били. Такое... Холодненько же здесь приложиться. Напомним, что в гостях у нас был Александр Ситник, профессиональный каскадер и постановщик трюков в кино. Александр, хорошего дня. Спасибо. Спасибо, Александр.